Игорь, привет! Привет, привет, привет! Кажется, всё в порядке на сей раз. На сей раз в порядке, великолепно. Ну что ж, дорогие друзья, я рад, что у нас получилось. Бытовая магия сработала, и мы в прямом эфире. У нас где-то 50 с лишним минут на то, чтобы обсудить очень интересную тему. Магия жизни и магия в жизни. Или почём нынче волшебные палочки? Я Владимир Майков, президент Ассоциации трансперсональной психологии и психотерапии, гид-трансперсонолог, кинорежиссёр. И мы беседуем с Игорем Поповичем, мейстером ПИ, переговорщиком, тренером, кинорежиссёром, преподавателем ведущих вузов и бизнес-школ, РФ нашей страны, исследователей и практика дзен и других буддийских учений Марии, Непала, Индии, Бутала, а также сакральных технологий Латинской Америки. Видите, какой магический опыт у Игоря. Ну, у меня тоже за плечами кое-что есть. Игорь, вот мне хотелось бы начать разговор с такой спритчей, то есть напомнить историю в каком-то смысле магии, которая связана с бароном Мюнхгаузеном. Только сегодня я перечитывал его подлинную историю. То есть был такой персонаж, который из Германии приехал на службу в Россию, долго трудился, в том числе, кстати, и при Екатерине Второй. Ну, и потом благополучно уехал в Германию, завелся семьей и рассказывал истории за кружкой хорошего напитка, всевозможное, о том, как лошадь его в России, там, за крест, торчащий из снега, он привязал, а потом оказалось, когда снег растаял на другой день, она висит на кресте церкви. Ну, и прочие подобные истории, которые записали кто-то из слушающих Распе, такой француз, и в Лондоне публиковали книжку его удивительных приключений. Кстати, Терри Гильям снял, на мой взгляд, лучшую экранизацию Барона, потому что ключом к этому фильму является, что Барон Мюнхгаузен говорил правду. Все, что говорил Мюнхгаузен, это правда. Он знал, какова реальность, он знал глубину. И вот эта великая правда для большинства людей вывезла ложью. Вот короткая притча. Жил, да был когда-то забавный чудак, которого кто-то считал вруном, а кто-то величайшим волшебником. И звали его Барон Мюнхгаузен. Барон утверждал, что запросто может вытащить себя из болота за собственные волосы вместе с конем, оседлать пушечное ядро и слетать на нем туда и обратно во вражескую крепость. Большинство людей считают эти истории сказкой, но некоторые так никогда не смогли разуверечься в чуде, и теперь их называют гениями. Вот этой притче вера в чудо присутствует, гениальность творчества. И вот этот аспект жизни, вернее пространства нашей жизни, реальности Вселенной, которая таинственна, которая ускользает от прямого хватания взгляда, объяснения, рационализирования. Но в каком-то смысле оно является, вот это измерение реальности основой проявленного, видимого, наблюдаемого, обсуждаемого и так далее. В каком-то смысле вот наш разговор об этом словами в обычном состоянии сознания является профанацией. Но с другой стороны, а что делать? Да, вот в этом мире, в этом пространстве, как говорил Поль Элюар, когда-то молчальники врут. Говори, я просто взбешен от того, что слова мои лгут, заблуждение рождаемое, дорогая. Говори, Игорь. Говори. Ну, я начал бы, наверное, с того, что если бы нас с тобой смотрели нормальные люди, а я надеюсь, они нас с тобой не смотрят, то, разумеется, они нас приняли бы с тобой за абсолютнейших баронов Минхаузена. Но ты главный барон Минхаузен. И я скажу почему. Потому что ты один из тех немногих мастеров, при встрече с которым я рабею. Вот, люди, которые меня знают, мне не поверят. Но, тем не менее, это так. Вот с большими чиновниками я не рабею, а с некоторыми мастерами рабею. Особенно с теми, кто является и открывателем, и зажигателем звезд. А ты для нас такое количество, для русских людей я имею в виду, для российской аудитории привез такое количество звезд сюда, что тебе вот огромное мое, не то что намасте, а намастасле. Спасибо тебе громадное, Игорь, за столь высокие слова. Я их не достоин. Я обычный нормальный человек. Поводырь просто по бездорожью и иллюзии, фабрикам реальности. Между прочим, как и ты. Мы с тобой искатели, искатели реальности. То, что объединяет нас. И я думаю всех, кто пришел к нам на этот эфир. Послушать двух стариков, которые пофантазируют в стиле Минхаузена. Это что, что это ты тут про стариков? По-моему, мы еще даже... Ну ладно, давай это оставим в стороне. Нет, нет, нет. Мы собрались поговорить про чудеса, волшебство, но я сразу хочу сказать, что никакого необычного мира здесь нет. Это все просто выдумка. Это выдумка всяких баронов Минхаузена. Здесь просто-напросто все, что есть чистая магия и чудеса. Я вспоминаю известную книжку, ну, одной из самых главных, наверное, в традиционном НЛП Гриндлера и Бандлера «Структура магии». Те, кто не читал, обратите внимание, когда будете просматривать, с чего начинается эта книга. С притчи Джона Фауза, которую авторы взяли из романа «Мегус». В русском переводе не очень хорошо, в наиболее широко абсолютно это перевели как «Волф», хотя есть и другой перевод в двух томах, в издательстве «Азбука», и там он переводится правильно, «Маг». И в этой притче идет речь как раз о принце, и об иллюзиях, и о снятии покроков с иллюзии, и о пути к знанию. И очень точное, вот насколько точно можно на художественном языке об этих сложных вещах говорить, определение мага, магии и реальности. Вот как ты считаешь, вот каково место волшебства и магии в нашем земном мире? Зачем вообще они нам нужны? Что в них для нас, вот для серьезных взрослых людей, такого, что мы сегодня вот говорим? Ты знаешь, много-много лет назад я занялся НЛП. И НЛП стала той психологической базой из прикладной психологии, которая для меня сейчас играет огромную роль. Я нашел до уровня тренер-тренер. Благодарен тебя за упоминание этого. И не случайно отцы-основатели, у которых мне тоже довелось поучиться, назвали это магией. Потому что, потому что магия для меня – это вот что такое. Вот это что такое. Большинство людей для того, чтобы выкопать яму, пользуются не магией, а обычной лопатой. Но есть люди, которые умеют использовать странную магию. Они зовут того, кто умеет пользоваться лопатой, дают ему бумажку цветную, и яма уже выкопана, правда? А для того, кто умеет пользоваться только лопатой, это абсолютная магия, потому что у него нет таких бумажечек и пластиковой такой странной штучки. И этот человек, у которого есть толстый кошелек, тем не менее, после этого идет или к священнику, к батюшке, или к докламе, или аж к далайламе, и говорит, а вот помогите мне, пожалуйста, вот такое большое-большое дело сделать, и платит большую денежку в церковь, где происходит неведомое какое-то действие, вследствие которого миллионы людей на этой планете и верят, что им помогает какая-то странная то ли магия, то ли религия, то ли дядька в странной одежде что-то там напел, нашептал, и оно работает. В этой истории, которую ты сейчас рассказываешь, магия – это энергия, это потенциал, это способность совершать некое действие в нашем мире. И поэтому говорят о магии денег, например, о магии таланта, о магии тех или иных книг или магии тех или иных веществ. То есть это способность к изменению, к совершению чего-то, что другими способами трудоемко, затратно, неэффективно и так далее. Замечательное определение. По мне, так это очень тонкие способы влияния на этот мир, которые кажутся абсолютно нереальными, но ровно до тех пор, пока чудо не превращается в технологию. Потому что ты сам чему-то научился и осознал, что есть совершенно иного свойства, инструменты, с помощью которых можно влиять на эту реальность очень тонко, очень искусно, получая все, что ты хочешь в конечном итоге, но путь к этому только один. Тебе придется купить волшебную палочку. Вот мне хотелось бы об этом и поговорить. Ведь в детстве все мы волшебники. И все мы ждем Деда Мороза и верим, что он настоящий. Но наступает момент, когда мы видим, что Дед Мороз снимает свой роскошный костюм и оказывается обычным мужиком, а Снегурочка девушкой или женщиной. Да вот такая вот дезвуирование мира сказочности и фантазии. Не знаешь, вспомнилось замечательное стихотворение Александра Галича, нашего барда, кинорежиссера, из цикла песен и стихотворений Кадаш Аяну Шикорчика. Коротко я прочитаю. Окликнет эхо давним прозвищем И ляжет снег по кровам прянишным, Когда я снова стану маленьким, А мир опять большим и праздничным, Когда я снова стану облаком, Когда я снова стану зябликом, Когда я снова стану маленьким, А мир опять запахнет яблоком. Меня снесут с крылечка сонного, И я очнусь от скрипа санного, Когда я снова стану маленьким, И мир чудес открою заново. То есть детство – это период, когда все чудесно. И некоторые люди сохраняют вот этот дар чудесности во всех возрастах жизни. Мороз и солнце, день чудесный, да, восклицает пьяный Пушкин в экстатическом восторге. И я думаю, что вот это детское восприятие сокровенным образом связано с творчеством. То есть другими словами, я вот укорочу некоторые логические ступени. Магия, вот эта первозданная детская магия присутствует тогда, когда в мире много нового, когда мы всегда развиваемся, каждый день, когда мы познаем и меняемся. Вот тогда наш мир магичен. Тогда впереди нас не следующий день такого знакомого мира, от которого мы устали, все повторяется, а совершенно новый мир, как в детстве, когда день длился бесконечно, долго, и не повторялись в нем никакие события, было бесконечное количество нового, открытий чудесных каждый день. Об этом Христос говорил, да, помнишь? «Будьте как дети, ибо их есть ему царствие небесное». То есть без сохранения вот на сущностном уровне способности, которым обладает по рождению каждый ребенок, да, мы никогда не станем по-настоящему взрослыми. То есть мы никогда не достигнем максимального развития, на которое способен человек в любом избранном нами направлении, предназначении, измерении. И вот здесь, ну, тоже вот любопытное гуманитарное сравнение между человеческим онтогенезом. Известная разумная история Homo sapiens – это 50 тысяч лет. Первые 40 тысяч лет – это шаманизм. Вселенная духов, все имеет духов, и шаман, и все могут с этими духами говорить, общаться, весь мир живой. А дальше примерно 8-10 тысяч лет – это вселенная богов, язычество, мир наполнен высшими существами. И в местах силы, храмах мы с помощью ритуала можем общаться с богами, заручаться их ресурсами, решать с помощью их свои земные дела. И затем 2-3 тысячи лет мировых религий, когда нередко, например, христианцы в исламе и иудаизме, резко отрицательно негативное отношение к предшествующей истории. И вот аналогично с этим, в филогенезе мы повторяем человеческую историю. То есть первые 5 лет мы все живем в шаманской вселенной. Мы любим мультфильмы, где, как в шаманском мире, все друг с другом говорят, и все имеют душу. Они поддерживают нас. Затем мы живем в языческом мире, в мире богов, а затем мы становимся подростками. Мы живем в мире мировых религий. Возрастной период соответствует. И у нас резко негативное отношение и даже отрицание к своим детским мирам и детским дарам. К вошлупству, к сказке, к магии. А, это фантазия. Это нереально. Это нам не нужно. То есть вот так мы впадаем в клетку. Конечно же, на нас это вина. Мир так устроен. Вот фундаментальный культурно-цивилизационный проект, связанный с христианством, юдаизмом и исламом, всего резкого отрицания шаманизма и язычества, и сформировал эту прототравму всего человечества, и сузил наш кругожор, обрезал наше «я». И теперь выход из этой клетки возможен только через чудо, только через необычное состояние сознания, только через творчество, то есть через то, что мы отрицаем, не признаем, и то, чем мы пользоваться не умеем. Вот почему я считаю в нашем мире такой большой запрос на магию, на инструменты магов, артефакты и, конечно же, волшебные палочки. Маэстро, поделитесь своими секретами волшебных палочек, пожалуйста. С удовольствием. Я чуть-чуть поговорю потом. Я думаю, нам пора перейти к инструментам, потому что большинство людей, которые сидят с той стороны, так же, как, например, меня все-таки, наверное, интересуют прикладные инструменты. Как влиять на эту реальность, чтобы получать результаты? Но у меня столько в голове наколубилось, пока ты говорил. Я старался чего-то там собрать. Сейчас попробую вспомнить. Первое, что мне пришло в голову, я обожаю Барону Мюнхазовну так же, как и ты. Второе, что мне пришло в голову, я не помню, кто из греков сказал, что из процесса возникновения мечты и до процесса реализации мечты, например, в виде построения супермаркета в Бирюлево или публичного дома на Луне, неважно. Вот от одного до другого есть два процесса. Первый процесс – это то, что происходит в голове или в уме у Творца, и это есть реальность. И все остальное, проекты, строительство и так далее, которые уже реальностью не являются. Смотри, какой интересный перевертыш. Мы полагаем, что реальность начинается с момента, когда мы начинаем реализовать мечту, но мечта нереальна. А может быть, это не так? А может быть, вот там реальность, потому что ведь с этого начинается все. Все когда-то было чьей-то мечтой, а потом воплотилось в этой нереальной реальности. И те, кто способен к большим мечтам, к крутым мечтам и не боится их, это же и есть творчество, это же и есть магия, это те самые, которые создают и творят, которые способны, как барон Мюнхгаузен, уцепить себя за волосы и выволочь из болота комфорта, и выволакивать себя из этого болота каждый день, заставлять себя тренировать свое тело, тренировать свой ум, не залеживаться. Люди думают, что волшебники – это лентяи, у которых есть волшебная палочка. Люди думают, что аристократы – это лентяи, которые по праву наследования стали рантье. Нет, дорогие мои, волшебник – это труженик, потому он, собственно, и творец. Он движется постоянно, он постоянно тренирует себя, свою волшебную палочку нельзя купить. Ее можно приобрести ценой ежедневного вложения в то, чтобы хватать себя за волосы и выволакивать из этого болота нереальной реальности на уровень действительно творчества и творения. Детскость, конечно. Посмотрите, пожалуйста, на Володю и скажите, что он старик, как он сказал. Какой он старик? Вот он, ребёнок, великолепный, совершённый ребёнок. По всей вероятности, Иисус вот таких вот странных людей имел в виду, когда говорил про детей, у которых счастье. И царство Божие. Детство, да. Я был чудом в костюме Деда Мороза для своего сына до того момента, пока он мне сказал, «Дед Мороз, твои усы пахнув папиным табаком». И чудо кончилось, понимаешь? Чудо – это нечто непонятное. И для меня удивительной совершенно иллюстрацией было того, как творить магию и как чудо превращается для волшебника в реальность, в инструмент, бытовой, обычный инструмент. Для меня это вот, собственно, из провинции Сычуань, где сидит самый большой Будда. Кидаем. Это короткая история, я его быстренько расскажу. Потрясающее место, да. На берегу реки, там великолепно три пещеры. Расскажи, пожалуйста. Монах, который строил этого Будду, решил это сделать для того, чтобы спасти от гибели речников, которые проплывали по этой реке очень бурном месте. Там она поворачивает, сливаются две реки, бурный поворот, и там выгибало большое количество людей. Чтобы этого не происходило, чтобы их спасал Будда, он построил, стал строить много десятилетий, собирал деньги, потом строил вот этого сидячего Будду, и когда Будда был близок к завершению, еще даже не завершен, уже люди перестали гибнуть в этом месте. Это было величайшее чудо. Несколько веков. До тех пор, пока, десять лет назад, китайские ученые, которые пытаются сохранить этого Будда от разрешения, не залезли под воду и не обнаружили, что когда вырубали Будду из скалы, то обломки сыпались в реку, и их скатывало течением как раз туда, где были очень сильные завихрения воды и пороги. И таким образом, эти пороги были засыпаны, и люди перестали гибнуть. И вот чудо, которое существовало несколько сот лет, превратилось в бытовую технологию. Как только ребенок взрослеет условно, и вдруг начинает понимать, что можно накинуть на себя шубу Деда Мороза, и все вокруг скажут, вау, это Дед Мороз, он становится волшебником для тех странных людей, которые не понимают, что можно просто-напросто закончить коротенькие курсы актерского мастерства, потом купить шубу Деда Мороза и большую палку. Самое главное – не курить в усы, а то сын тебя расколет. Здесь нужен некоторый уровень мастерства, чтобы творить то, что для большинства людей кажется абсолютным чудом. Ты прав. По мне тоже магия – это всего лишь творчество, постоянное, постоянное развитие Творца. Чем выше уровень творения и Творца, тем для большего количества людей он кажется волшебником и магом. Потому что они это не изучили, потому что они способны только сидеть в зрительном зале и восхищаться, или, наоборот, плеваться по поводу барона Мюнхгаузена. Так что, по мне, это просто удивительная и чудесная игра с технологиями и с инструментами магии, с одной стороны, а с другой стороны оставаться ребенком, по мне, так возможно, только в одном случае. Мы с тобой как-то вспоминали Мейстера Эккорда и «Облако незнания». Удивительную совершенно книгу, в которой сказано, что мы никогда не узнаем. Об этом чудесно сказал потом Хокинг. Смотри, вот как пересекаются мастера, духовные мастера науки. Хокинг сказал, я могу точно понять, как была создана эта вселенная, но я никогда не пойму, почему она была создана. И для Хокинга, который до конца оставался ребенком, потому что тайна для него существовала до самого конца. Тайна, которую он не мог разгадать. Ведь большинство людей все знают. Они такие зануды, что они знают все. Те, кто не знает для них, бароны Мюнхгаузена и выдумщики, потому что барон Мюнхгаузен не знал, но делал. Мне хотелось бы с тобой сделать еще, может быть, один шаг в том, чтобы поразмышлять о том, а как же устроены магические предметы и волшебные палочки. Что в них может быть особого, материального, а что может быть сделано совершенно из другой субстанции, некого духа, внутренней силы или чего-то еще. И начать этот разговор я хотел бы с того, чтобы напомнить всем участникам нашего эфира первоначальную формулу магии, которая очень простая и гласит следующее. Каждое слово есть слово заклятия. Какой дух зовет, такой и откликнется. И вот в этой формуле уже дана вместе рожденность каждого из нас и нашего мира сейминутно в данный момент предстающего. Эта формула говорит о том, как нам практиковать, как нам творить, как нам молиться. Она лежит в основе симпатической магии, древней магии и современной магии. Ну, в частности, я имею в виду такие популярные направления, работы, как Симарон, как Секрет, ну и прочие гаитианские направления, в том числе, кстати, и транссерфинг реальности. То есть, ну, я в этом смысле не стал бы идти слишком далеко в ту область, что мы делаем мир. я бы все-таки остался вот на той золотой середине, что мы воспринимаем мир. И то, что есть, это восприятие. И в этом восприятии есть два полиса. Мы и мир. И они вместе рожденные. И наше состояние отражается в том мире, который мы видим. Она присутствует, модулирует и создает видимый нами мир. И вот, мне кажется, это очень важное. Вот закон магии, который присутствует, ну, наверное, во всех великих философских и духовных традициях на уровне не только философских пониманий или больших картин мира, описывающих его структуру, но также на уровне практик. Это очень важно. Практики работают, потому что они опираются вот на это первоосновное закон взаимного рождения, взаимовозникновения, одновременности нас и всего остального. И в этом смысле, как мы знаем, духовные традиции говорят о том, что мы зеркало мира. Есть и другие вариации, то есть, что мы, например, очи мира, это Лон Ченпа, тибетский мистик 14 века, вы очи мира, одно из его произведений, или мистера Экхарта, око, которым человек видит Бога, то же самое, которым Бог взирает на человека, одно око. А это означает, что вот прямо сейчас через наши глаза сам Господь смотрит на мир. Мы, очи мира, и средневековая идея о мире, как чувствилище Бога, находят здесь полное объяснение и раскрытие. Все живые существа в этом смысле, ну, можно было бы назвать шпионы Господа Бога, в прямой связке с Верховным Главнокомандующим. И прямо сейчас Бог присутствует через наши глаза, уши и все ощущения вот в нашем прямом эфире. Привет, Господь, мы рады, что Ты с нами, а мы с Тобой. И вот смотри, вот в этот самый, в эту самую, в эту завязку вместе рожденности, вот эта формула магия, она позволяет нам понять, как вот открытия, которые мы получаем, познавая мир, познавая реальность, затем по закону проекции в мир работает, ну, как и называем, маятник психотехники, то есть они материализуются в предметы, технологии, инструменты, в которых в совокупной, в концентрированном виде присутствуют наши знания о том, кто мы, какова наша внутренняя реальность, мы это увидели, технологизировали, воплотили, и теперь это уже станок с программным управлением, это роботы, это интернет, глобальная сеть, это наши смартфоны, ну, представляешь, как, насколько магично выглядели бы эти всевидящие уши и глаза для людей, живущих 50 лет тому назад. Очень странно, очень странно. Очень удивительным образом, и какие-то вот попытки фантазировать, фантазировать об этом, мечтать об этом, мы можем найти в фантастических фильмах тех времен. И множество, наверное, того, о чем мы мечтаем сейчас, и вот истории о удивительных магических артефактах, предметах, мече-экскалибуре, кристаллах силы в всевозможных фильмах, или каких-то уникальных концентраторах энергии, которые получив, которые мы можем совершать великие дела, они исходят, конечно же, вот все это, мне кажется, дает нам ключ к пониманию того, что магические предметы, они подразумевают наличие мага, который знает, как с этим обращаться, то есть магические предметы без человека, знающего, как их использовать, является железякой, является ковром, он не самолет, потому что нету человека, который знает, как его запустить, чтобы он летал, это обычный ковер, и от него обтирает ноги, и поэтому, вот мне кажется, очень важный аспект магии состоит в том, что мы, взывая о магических силах, о магических предметах через это, вытаскиваем вот потенциал этих новых неоткрытых вещей из себя, с тем, чтобы затем они воплотились уже в виде технологий, инструментов, в которых в концентрированном виде выражают нашу внутреннюю структуру, то есть эти предметы являются органами сознания, как интернет или смартфон, органами сознания, и затем став массовыми, они уже на новом уровне и гораздо быстрее всю планету посвящают в магов этого уровня, вот так магическим образом мне кажется происходит развитие человечества, вот через эти, теперь мы можем об этом прямо говорить, через магические инструменты, то есть с этой точки зрения магией наполнена вся наша жизнь, нет ничего, что не является магическим, потому что весь мир, в котором мы живем, сделан нами, вот нашими человеческими руками, которые выполняли волю стремления нашего внутреннего мира, нашего творца, как ты думаешь, на эту тему можно ли какие-то дать инструменты нашим слушателям? О да, но дать сейчас инструменты разумеется мы с тобой не сможем, но мы с тобой сможем заразить их, давай станем вирусами, давай станем заразными вирусами, какой болезнен желанием добыть эти инструменты. По сути дела, вот я себя собственно и считаю творцом этих инструментов в каком-то смысле, или открывателем. Вот, если говорить про эти инструменты, то, конечно же, это не магические кристаллы. Я не очень-то занимался алхимией, но наш с тобой общий друг Вадим Гимчок как-то открыл мне глаза, что в конце каждого большого толстого толмуда по алхимии мелким шерифтом написана одна фраза. Даже в конце каждого рецепт занимает 65 страниц, включая лапки дохлого крокодила и так далее, так далее. А снизу мелким шерифтом написано зелье должно быть произведено в том измененном состоянии творца, которое является ключом ко всему. То есть состояние того, кто зелье варит, будет ключом ко всему. Почему эта странная штучка, которую мы с тобой сейчас смотрим и все зрители, была изобретена каким-то конкретным человеком, который, смотри, что он сделал? Он взял то, что уже было. Он взял наушник и он взял динамик, соединил их, Белл я имею в виду, Грэхэм Белл, и получил нечто совершенно новое. Но почему ни одному другому творцу это не пришло в голову? Да, он дал нам потрясающую волшебную палочку, но он ее создал. И вот эти странные люди, творцы, способные выйти за рамки обычных состояний ума или сознания и выскочить в зону, а я не знаю и хочу знать, это дураки своего рода. Потому что дуракам, как известно, Царствие Божие, правда? Которые не знают и хотят знать. Если ты знаешь, как ты говоришь, да-да-да, и еще один подарок от нашего друга Димчока, под каким мифом ты живешь, в каком мифе ты живешь, ведь ты сотворяешь миф и в этом мифе живешь. Если ты живешь в поганой стране, мне тебя жаль, но осознай, что это просто слова, ты в них поверил и создал миф, и теперь в этом мифе живешь. Если ты маленький, слабенький и глупенький, то, бедолага, ты создал такой ужасный миф, в котором не дай Бог жить. И большинство людей не осознаешь, как они эти мифы творят. Ты сказал, давай оставим в стороне, мы ли создаем этот мир, окей, давай оставим. У меня есть тренинг, который называется «Свобода восприятия и свобода реагирования», которое вырос... Это, кстати, спецкурс-переговорщик. Так вот, из свободы восприятия вырастает свобода реагирования и творческого реагирования, когда ты можешь манипулировать и разруливать любые ситуации и управлять людьми, делать все, что угодно. Но для этого должно быть то самое странное, свойственное только творцам, редким людям, свободное восприятие реальности, в которой ты прямо сейчас из того, что видишь, слышишь и чувствуешь, можешь сотворить тот миф и тот мир, который тебе соблазнительно нравится, а не то дерьмо, в котором, к сожалению, живет большая часть человечества, не осознавая, что своими словами они этот миф и творят прямо сейчас, не осознавая, что если ты это создал и способен взять на себя за это ответственность, ты можешь пересоздать прямо сейчас. Потому что если не сейчас, ты никогда этого не сделаешь. Потому что чудо творится только сейчас, ни завтра, ни вчера. Это то самое чудо, которое никто здесь не понимает. А вот какой самый из твоего опыта работающий, надежный и прямой путь для того, чтобы сбросить ту магию, клетку слов? Встать завтра в 6 утра или в 5 утра, сделать йогу или цигун, если нет подходящего инструмента физическую культуру, которая была еще в Советском Союзе, размять тело, размять мозги, насколько это уместно, заняться чтением стихов, выучиванием стихов, если нет других инструментов или другого языка. Это тренировка. Главный инструмент это тренировка. И это будильник, это все, что угодно. Вот это очень полезный инструмент, в который обычно наливают чай. Но на самом деле главная функция его другая. Взять его вот таким образом и сильно постучать себя по голове. и сказать «Проснись, парень, проснись, блин, ты спишь! И твой чудовищный сон создает этот ужасный мир». В тот момент, когда ты wake up, ты наконец-то понимаешь, что это твое восприятие окрашивает этот мир в те цвета, которым ты его видишь. Хочешь чудо? Создавай! Но прямо сейчас. И у каждого из нас есть эта возможность, но сначала нужно постоянно себя стучать по голове. Вот самое печальное, что по голове стучать придется себя всегда. Потому что если ты перестанешь стучать себя по голове, то ты опять заснешь. а есть какие-то более мягкие, не такие суровые дзенские приемы пробуждения. Может быть, просто вот так чистосердечно признаваться себе, какой же я дурак или дура несколько раз в день, объективно смотря на свою ограниченность, на тупость, на залипание, неповоротливость, неумение и так далее, но без самоуничижения, любя себя глупого, как ребенка своего собственного и немножко будучи для себя взрослым педагогом помогать пробуждению, росту, развитию, помогать подниматься в пять утра, делать разминки. Я согласен с тобой о том, что, конечно же, магия начинается с действия и одновременно это действие получает смысл в большой мире, вот в новой карте реальности должен быть проблеск того, куда ты идешь, ощущение стремления, только в этом случае у нас есть силы для того, чтобы идти. Ты же говорил, что вот эта энергия, потенциал, это и есть магия. Я согласен с тобой, я считаю, что именно обладение энергией, жизнь, энергия, которая создает все, энергия, которая проявляется, как этот мир, как технологии, как творчество, как идеи, как все наши проекты. Мы живы и мы творим. И Алла Верды, у меня тоже есть мои маленькие открытия, понимание того, как работает эта энергия, которая движет нами. Я оформил это на языке путешествия героя. исходный образец Джосефа Кэмпела широко известен, он лежит в основе всего современного, всей современной кинематографии, телевизионщины, писания пьес, романов и так далее. То есть, по большому счету, всей медийной продукции. Но вот то открытие, которое сделал я, там, где Кэмпел и его последователь видели одно героическое путешествие. На самом деле восемь героических путешествий, которые располагаются в трех главных группах. Мифические путешествия, их два, экзистенциальные путешествия, их шесть, и духовные путешествия, их очень много. Очень много духовных путей, много духовных традиций. И в каждом путешествии, на каждом уровне у нас особая энергия, которые нам нужно проявить, которые нам нужно овладеть циркуляцией движений, которые по сложным жизненным структурам нам нужно понять, только тогда мы будем хозяевами этой энергии, только тогда мы в полном праве можем сказать, что мы хозяева собственной жизни, потому что мы управляем своей жизнью, потому что мы знаем эту энергию, которая движет нами всегда, независимо от того, знаем мы ее или нет. Так, по-моему, лучше знать. И полезный плюс, бонус от этого знания – это освобождение от медийного рабства, в котором мы все живем. Вот у меня страсть, как у одна из моих ипостасей – это философ, который до сих пор работает старшим сотрудником в Институте философии, и там же я защищал диссертацию и заканчивал аспирантуру когда-то. И большие картины мира – это привилегия вот таких вот визионеров, масштабных философов и духовных традиций. И применительно к ситуации нашего рабства и нашей пойманности в клетку, в которой невозможно никакое волшебство, никакое творчество, никакое развитие, и, соответственно, никакая магия, никакая детская вера волшебников и никаких волшебных палочек на завтрак. Так вот, тем, что держит нас важной клеткой является, конечно, медийная клетка. Со всех концов на нас, через бесчисленные программы, телевизионные фильмы, нам внушается одна и та же структура, мир таков, она основана на мифическом путешествии Джозефа Кэмпла и все другие измерения нашей жизни ускользает и по умолчанию редуцируется к мифическому путешествию. Клетка захлапывается. Ну, некоторые предлагают радикальные средства, я не смотрю телевизор, выбросил телевизор, у меня нету интернета и смартфонов, но я общаюсь с людьми, которые рабы, потому что они живут в этом медийном мире, и как говорить в своей известной притче о слепом короле, который спасся, вернее, о видящем короле, весь народ ослеп, ему тоже пришлось принять напиток для того, чтобы жить в одном мире со всеми своими поднями, говорить с ними на одном языке. Поэтому только радикальное знание того, как устроен мир медиа, того, как работает главная энергия нашей жизни, поможет нам вернуть магию в жизнь. Ну и плюс вот то, что я говорил также в начале, это преодоление вот этого трагического раскола, в котором мы все живем, который мы все унаследовали, связано с резко негативным отношением христианства, ислама и иудаизма к язычеству и к шаманизму, которые считаются демоническими, поэтому отрицаются, и поэтому все сигналы мира, все сигналы взаимодействия, в которых мы живем, не воспринимается нами как свои, не воспринимается как позитивное послание мира, а в силу того, что мы живем в ограниченном представлении о том, что хорошо, что плохо, вот в этом христианской концепции мира, разделенного на рай и ад, на хорошее и плохое, все остальное мы воспринимаем как не свое, как плохое, как и проецируем на людей, проецируем на страны, проецируем на друзей, не я, они, в них проблема, и вот это как раз и является глубинный раскол первоосновой большинства конфликтов, в которых мы все живем уже столько тысячелетий, и без того, чтобы исцелить эти самые древние, самые глубокие раны человечества, невозможно никакое выскользание из клеток, включение магии в повседневную жизнь, обретение свободы, и, в общем-то, развитие и творчество, поэтому, конечно же, мне кажется, что важнейшая задача нас это исцелить наше прошлое, восстановить свою кровную связь со всем человечеством, и только так мы можем вернуться к себе, только так мы можем собрать всю человеческую историю, вот только сегодня я смотрел замечательную программу, жена нашла в интернете, ну, невероятная совершенно якутская шаманка, ее зовут Подлужная Алена, Олена, у нее целый гигантский канал в Ютьюбе, вот такие люди, как Подлужная Алена из Якутии, которая в своих перформансах, концертах, говорит голосами всей жизни, всех существ больших и малых радуется и помогает нам тоже услышать и вобрать в себя эти голоса и стать родными ими, вот восстановление всей человеческой семьи, я думаю, что это и есть реальные шаги к тому, чтобы нам всем стать магами, волшебниками, или что это одно и то же людьми знания, по крайней мере маг и человек знания у Дона Хуана и Кастанеда это синонимы. Да-да, да-да, ты знаешь, я много лет провел по многу времени каждый год в шаманских джунглях, занимаясь самыми разными церемониями, исследуя, это изучая, практикуя, много времени провел в буддизме, в разном буддизме, в дзене в том числе, вот, и для меня, вот видишь, в Шиве все пробанивают, для меня все это инструменты, которые есть, разумеется, и в гностике, и в христианстве, и в исламе, но для тех, кто ищет инструменты, а не топор, чтобы убить того, кто рядом. Как начать искать инструменты, опять же, мне кажется, что дзен, как довольно острый инструмент, шаманизм, как довольно острый инструмент, который позволяет предельно быстро осознать вот что, что когда ты смотришь в окно и видишь ужасный мир, ты смотришь не в окно, ты смотришь в зеркало. И были моменты, когда там же, вот в Перу, я просто ногтями расцарапывал себе глаза по ночам, чтобы вытащить этот морок, эту глупость, это невежество и открыть глаза и увидеть всё как есть. А как есть, оно никакое, оно и есть тайна, которую мы окрашиваем, глядя в зеркало. Вот это, наверное, первое ключевое осознание, которое отличает Творца от всех остальных. Все остальные не могут творить, потому что они видят готовый уже Творцом созданный мир. Творец видит чудо, из которого можно лепить всё, что ты захочешь, всего лишь играя мифом, который создаёшь именно ты, играя словами, играя множеством других инструментов, с помощью которых нужно вылезти за привычный миф, который настолько держит подавляющее большинство людей, что, правда, приходится спички в глаза вставлять, чтобы видеть. И мы с тобой эти спички, постоянно предлагаем людям ты мастер холотропного дыхания, гид, эксперт, главный, кто его сюда привёз, правая рука крова, можно сказать, и первый человек в России, который его здесь создал, множество других удивительных и чудесных инструментов, которые мы отыскиваем и приносим сюда, чтобы помочь другим вставлять спички в глаза и подниматься до уровня творчества, именно творчества, всё более и более тонких инструментов, всё более и более тонких осознаваний и мира, и себя в этом мире. Вот. И то, что ты говорил про твою творчески переосмысленную модель Кэмпбелла, я хочу сказать вот что, это не теория, это прикладной инструмент, с помощью которого можно исследовать всё, что происходит в твоей жизни и перескакивать на следующий уровень. И, насколько я знаю, у тебя в ближайшее время будет этот онлайн-семинар, да? Да, будет путешествие героев, восемь историй, которыми мы живём. Это, по-моему, с 4 октября по 14 ноября, он шесть недель длится, будет этот онлайн-курс. Я, вот, свои открытия в форме таких развернутых онлайн-курсов, а в декабре будет новый совершенно онлайн-курс, который я ни разу не давал, о том, что такое просветление классическое и современное, о том, что такое духовная жизнь. И там, ну, в общем-то, я поделюсь своим опытом духовных исканий, который во многом был запутанный, не давал плодов долгое время и своими открытиями, и даже прозрениями. и я думаю, что это будет любопытно многим, что такое просветление. Ну, и, конечно, на моем сайте homorealites.ru «Человек реальный», да, вот у меня такой сайт есть, там мой эволюционный кинотеатр, ты знаешь, что у меня три фильма как раз о реальности и инструментах эволюции, ну, там есть фильм также «Тайна Карлоса Кастанеда», этом замечательном человеке. Ну, собственно говоря, вот это круг наших взаимных общих исканий, интересов, связи, поиски реальности, путей к нему, законов развития эволюции. И, конечно же, я считаю, что раньше существовало только одно измерение в европейской культуре, связанное с которым ассоциировалось развитие, оно очень хорошо описывается в известной советской песне. «Все выше и выше и выше стремим мы полет наших птиц». То есть, вот эта идея восхождения по уровню, это припев все выше и выше, а песня «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространстве, я простор». То есть, вот, «Рождены, чтоб сказку сделать былью». Да, удивительно, вот, очень такой советский текст в этой песне, но некоторые строчки гениальны, просто гениальны, точно так же, как, например, гениальная песня «Есть только миг между прошлым и будущим, призрачно все в этом мире бушующем». Это, ну, просто квинтэссенция всех сутр в каком-то смысле, и квинтэссенция всего учения силы настоящего момента Экхрата Талле задолго до появления этого замечательного мастера-учителя, который перевернул современный мир. Так что, я думаю, что тем, кто интересуется, есть где поучиться и у нас с тобою. Ты знаешь, я не буду делать рекламу, нет, не буду. Я только скажу, что вот это действительно мы рождены, чтобы сказку сделать пылью, я тебе бесконечно благодарен, потому что я это сделаю теперь эпиграфом для своего любимого тренинга, которое называется «ЖЗЛ-1 управление будущим. Системная эволюция личности». И начинается 27 августа случайно. Но рекламу я делать не буду. Нет, нет, нет. Остались свободные места всего 5 дней. Осталось, по-моему, 6 или 7 свободных мест всего. так что всех желающих, я думаю. Вот, но только для баронов Мюнхгаузена. Берем только тех, кто знает, что он хотя бы потенциально является бароном Мюнхгаузена. Вот, а также таким же дураком, как сказал один премудрейший человек, ему сказали, вы несете чушь. Он сказал, конечно, а что с дурака взять? И это был великолепный психолог, это был католический монах, это был Энтони Демелло. И он сказал, когда я говорю с людьми такими же, как я, когда говорят двое мудрых, то они говорят как два дурака, отлично отдавая себе отчет, что чего с дурака взять? Так что, дорогие участники эфира, извините, нас, дураков, за глупости, которыми мы поделились. Ну, как поется в песне «Меньше спроса с дурака, кто его обидит, а рыбак рыбака издалека видит, а рыбак рыбака». То есть, я думаю, что здесь осталось сообщество людей, которые не боятся быть глупыми, не боятся признаться себе, что мы все иногда, а может быть, и каждый день, а может быть, и каждый миг бываем дурак-дураками. И это залог того, что мы видим свои границы, через которые можем идти дальше, навстречу большому миру, большому пространству. И это и есть путь к чуду. Пожалуйста, скажи, как твой сайт называется еще разок? homorealitas, в одно слово, человек реальный по-латински, точка, ру. Это сайт, где мои персональные программы, и там, кстати, линк на профессиональную программу, тренинг наследия Грофа, который я с командой веду в России. И этот тренинг, в отличие от старого тренинга, где готовили только специалистов, мастеров холотропного дыхания, этот новый тренинг, в котором готовит мастеров, которые могут использовать, применять и знать, как это делать, весь потенциал, все богатство возможностей, необычных состояний сознания во всех сферах жизни, деятельности и творчества. То есть это намного более, это не ограничено уже только холотропным дыханием. Так что желающие могут тоже присоединиться. Но это сайт только для дураков. Вот, так же, как и мой сайт псидизайн, исключительно умным тут делать нечего. Вот. Так что это всё то ли про мудрость, то ли про глупость, то ли просто про инструменты, то ли просто выдумки какие-то, которых просто не существует, потому что всё вокруг сплошные чудеса и абсолютная магия. Вот. Я очень благодарен, великий маг, за возможность с тобой пообщаться в мире. Вот. И ещё раз прикоснуться к твоей много-много-много-десятилетней удивительной совершенно мудрости на фоне такого чудесного твоего детского восторженного восприятия мира. Да-да, да-да. Царство Божие, вот для таких, как ты, может, я где-нибудь рядышком притрусь. Спасибо, величайший маг, за то, что ты почтил присутствием встречи со всеми нами, которые внимают и внимали тебе с невыразимым восхищением и мечтают о том, чтобы попасть на твои тренинги и под твоим руководством продвигаться по ступеням овладения волшебством жизни. Спасибо вам всем, дорогие маги, которые присутствуют здесь и мастера, творцы вот этого волшебства мира. Ну, если говорить серьезно, не дурачиться, хотя это сложно, конечно, потому что мы дураки. Конечно же, мы очень рады тем, что удалось собраться с вами и огласить эту тему. Мы фантазировали с Игорем импровизировали на то и сами не знали, как все оно будет рождаться, как все состыковаться. И мы очень рады, что получились какие-то картины, может быть, не очень связанные, где-то туманные, но где же обойтись без тумана в этом волшебном мире? И вот эта великолепная история о ежике в тумане говорит о всех нас, вот об этом магическом устройстве мира, войти в который можно только затуманившись, выйдя за границы известного, вот туда, в неизвестное, которое поначалу туман, а потом возникают проблески знания, мы видим лошадь, филина, мы видим дерево, и через него открываются бездонные светлые небеса, и проделав это путешествие в тумане, мы наслаждаемся по-настоящему дружеским кругом, чаем с малиновым вареньем и удивительными звездами на небе, вратами в бесконечность, глазами этой вселенной. Так что спасибо вам всем за это совместное путешествие, спасибо, дорогой друг, за совместный эфир, и надеюсь до новых встреч с продолжением этой темы. Спасибо тебе, Пошли в туман! Счастливо! Спасибо, ребята! Спасибо всем! Счастливо! Спасибо!